Всем привет, ребят! Сегодня у нас вопрос-ответ лайфхайк. Совет на самом деле внеочередной, потому что я не набрал достаточно количества материалов, чтобы вас порадовать. Тем не менее, успею чем-то порадовать. Но почему внеочередной? Потому что, ребят, вот в этом вступлении я вам сейчас расскажу. У нас обновился только что, буквально полчаса назад автоматик. Я экстренно снимаю, чтобы вы понимали, как бороться с проблемами, которые у вас будут. Итак, первая проблема. После обновления автоматика, вы, если используете ConfiUI и обновляете расширение, что я очень надеюсь, заходите в Extensions, нажимаете Check for Updates, у вас обновляется расширение, и у вас будет очень иногда неприятная вещь, то, что ConfiUI вот в таком вот виде будет запускаться у вас почему-то, помимо ваших расширений и прочего, будет висеть такая штука, которая непонятно почему-то так вот висит. Вы только запустили, вроде все нормально, и у вас, наконец-то, есть поддержка SDXL в новой версии автоматики, то есть ради чего я сейчас все это снимаю и показываю. Вот, что ты портишь, антураж, как красиво шторка висела. Все, будьте смотреть на эту шторку теперь. Вот так вот она висит, вот все. Спасибо коту. У нас SDXL, говорю, теперь поддерживается полноценно автоматикой. В Телеграме те, кто подписан, они уже в курсе. Я показывал лайфхаки. То есть такие вот вещи, то, что у нас есть какой-нибудь токен, да, мы его можем с зажатым альтом перебрасывать, я это все в Телеграме показывал. То, что лоры, если мы сейчас включим, там можно свои предоставленные теги там ставить, все остальное, все это тоже показывал. Поэтому здесь вот именно акцент на... акцент больше на обновление, как с этим работать. У вас будет безбожно крутиться и работать проц от этого ConfiUI. Чтобы его починить, вы ничего не сделаете. Это просто вот вам надо просто вот принять и простить. Когда оно обновится, вот видите, я начинаю таскать, оно еще и подлагивает. Ничего с этим нельзя сделать. Вот даже если отключится здесь вот QFront, все равно он будет лагать и тупить. То есть это плевать, как он там работает, не работает. Итак, вы, наконец, можете в новом автоматике теперь модель ставить себе SDXL и генерировать любые изображения очень высокого разрешения. Я сейчас уберу себя в сторонку и сделаю, кстати, сразу экранчик поменьше. Generate на 640, на 640, все базовое. У нас получается все не очень красиво. То есть если мы в ConfiUI, например, можем подключать рефайнер, который это все шлифует, да, так вот по-тупому там задумано. То есть здесь работает таким образом, ребят. То есть у нас нельзя делать маленькие такие разрешения. Изначально это все очень убого и плохо. Поэтому, ну и негатив тоже, опять же, не важно, какой вот здесь вот прописывать, да. То есть изначально нужно стать чуть-чуть большой, типа 768 на 1024. Жрет память, скажу то, что уже в Телеграме рассказывал, очень сильно безбожно. И то, что подробно уже и на Boost все это тоже рассказывал. И в Дискорде. И вот, соответственно, как видите, у нас проблема, которую нужно как-то решать. Да, можно подрубить от Detailer, но это не сильно поможет. То есть полностью он все все равно не справит. Так вот, раньше автоматик, когда это все добавлял, он как вот подразумевал? То есть вы в базовой модели Base SDXL что-то генерите. Нажимаете отправить в AMG, то AMG. И там уже начинаете рефайнером что-то перекручивать передел. Сейчас это подразумевается таким образом. Вот именно сегодня. Разворачиваете ConfiUI, и у вас тут первая нода Post Process from WebUI. И она выходит в другую ноду, то есть Post Process to WebUI. То есть именно вот здесь, да. То есть нажимаем, например, давайте зафиксируем какой-то один сид. Нажимаем, допустим, Ctrl-Enter, чтобы не тянуться наверх. И смотрим. То есть вот у нас одна нода, вторая, то есть вот он доделывает. И вот видите, хоп-хоп, тут моргнул. Не знаю, заметили ли нет, он сам тут моргнул. Но он нифига не сделал, потому что у нас как бы ничего не происходит. Как подразумевается работать с базовой моделью, именно не с базовой, точнее, а с базовой моделью через рефайнер, чтобы не бегать по вкладкам, да. Как в ConfiUI, типа один раз себе проставить и работать. Смотрите, выглядит всё крайне костырно, крайне сейчас будет всё мелко, но идею вы поймёте, я всё озвучу, как обычно. То есть вот у нас идёт картинка, и она должна у нас уже выходить, получается, сначала в Encode, то есть мы декодируем, точнее, перед тем, как декодировать картинку, сначала нужно закодировать во что-то. Это Post Process, пока нахер удалим. И, соответственно, Why. Чтобы Why сделать, нам нужен Lot Checkpoint, соответственно. Выбираем Checkpoint, естественно, Refiner. Клип у нас идёт, естественно, в клип. Лейтон, давайте сразу в Encode засунем Key Sampler по логике. Модель у нас идёт в модель. Negative идёт, естественно, там, где мы пишем обычный свой текст. И сейчас дублируем сразу ноду. Здесь будет Negative. Давайте в Negative весь скопируем отсюда. Это всё, да, крайне костыльно, долго и упорото, но, ребята, это так работает, так что ничего себе не сделаешь. И после Key Sampler у нас уже идёт вывод на декод, и с декода идёт уже на изображение. То есть, допустим... А, даже не просто на изображение, а тут нужно на Post Image. То есть кидаем, нажимаем Search и пишем Post to WebUI, который он предлагал. Вот он, to WebUI. То есть выводить на UI то, что он здесь обрабатывает. Соответственно, Why у нас будет подцеплен к этому, к Lot Checkpoint. Не забываем, что у нас должен быть Refiner. То есть у нас теперь так будет работать. Вот она, FromWebUI, это из WebUI он берёт и отдаёт не сразу на WebUI обратно, да, вот где она там, вот эта последняя нода. А он сначала у нас её декодирует обратно, типа как в шум, в информацию. Через Refiner прогоняет. Клип у нас, кстати, ага, не проморгать. Идёт сюда. Это идёт сюда. Всё, как обычно, Key Sampler. Ну и здесь выбираем, что-нибудь там, знаю, CFG-7, например, DPM-PP. Это у нас плюс-плюс. 2M и, соответственно, Scheduler у нас будет Caras. 22 пускай будет, например, Sampling Steps. И всё, и у нас всё это выводится на UI. То есть давайте смотреть. Я сейчас нажимаю вот эту картинку. Давайте посмотрим, как выглядит девушка. Какой у нас сид зафиксируем. А, один. Всё, я уже зафиксировал. Вот, 768. Такой вот сценарий, такой вот результат. Сейчас я нажимаю Ctrl-Enter. И сейчас он её опять прокрутит. Ту же самую девушку. Кстати, надо было её сохранить. Сейчас один момент. Сейчас успею. Опа. Оп, всё, успел. И вот у нас пошёл Refiner прогонять. Через сэмплеры, декод, все дела. Если где-то с нодами тупонять, у вас здесь будет написано. То есть я вот с этого вот так вот не сворачиваю пока что. Да, пока не настроили один раз. Вот. И он крутит, крутит, крутит. Бац. У нас такая вот херня. А всё почему? Потому что у нас очень высокий D-N. Ставим где-нибудь на 0,4. То есть это примерно такая адекватная цифра. Где-нибудь 0,4. И вот. Если у вас это всё не заводится, и начинает всё очень медленно там работать, и падает, всё остальное. Нажимаем Generate. В принципе, не хватает памяти, потому что памяти он требует очень много, ребят. Итак, вот она картинка. Давайте откроем вот эту вот девушку, подвинем и посмотрим, как оно было 768 на 1024. И как оно теперь станет через Refiner. То есть вот так он переделал. Давайте следующий какой-нибудь там сид произвольный. Бахтем. Generate. Я сразу сейчас достану, кстати, картинку, которая... А, не сразу. Всё. Я уже прям сразу буду видеть Refiner. Не важно. То есть мы сейчас сразу увидим, как это работает. В настройках SDXL нас что ждёт? Ставить уже SDXL. Есть такая штука, как Aesthetic Score. Aesthetic Score, ребят, очень непросто объяснить, как это работает. Но я попробую сейчас объяснить вам вкратце. У нас шкала работает от 0 до 10. Сразу говорю, какие бы вы числа тут ни вводили, отрицательные, положительные, 100, 200 миллионов. Работает от 0 до 10. Именно такие правильные параметры. SDXL, как видите, здесь есть для Positive и для Negative Prompt. Для Positive Prompt 6. Это значит, что качество нас устраивает где-то от 6. То есть тут 6, около 6 это окей. Типа эстетичность. Вы можете спросить, почему бы мне сразу бахнуть 10 максимальных речетур. И тут, ребят, вот непросто это всё объяснить. Дело в том, что если вы возьмёте... Я на Reddit прочёл очень хороший пример у чувака. Там, кстати, вот что-то начали вообще хуесосить. Типа он неправильно говорит. Он, на самом деле, очень даже правильно пример приводил. Смотрите. Представляем себе яблоко. Прям или, допустим, коробочка какой-нибудь там рекламы. И вот слушайте сейчас внимательно, чтобы вы понимали, что такое эстетика. И это яблочко лежит на каком-то там деревенском столе. То есть деревянный, деревянский стол. Где-то там вообще в захолустье. Но выглядит довольно эстетично. То есть это такая подача профессионального фото. Это нормально. Но нейронка может подумать, что это стол старый. Он не из Икеи. Он там не какой-нибудь там фэшн, хай фэшн, да? То есть фэнси-шэнси. Нет. Он какой-то весь там фу. Вот. Надо какой-нибудь более клёвый, новый. Но мы-то понимаем, что необязательно стол должен быть гладкий. Там клеёнка, клеёнка. То есть бывает разная там эстетика, да? И вот здесь мы понимаем, что надо ставить около 6 или 7. Мои наблюдения показывают, что выше 8 ставить это значение не стоит. Иначе он будет пытаться сделать всё сверх глянцево, ребят. Смотрим следующую картинку. Пока вот я болтаю. Давайте что-нибудь бахнем побольше. 1024. Например, нет. Давайте не 1024 на 1024, а 1400, например. Справится у нас с Dxl или нет? С таким большим разрешением. И пока я расскажу, будем крутить и смотреть картинку, как он прокручит через рефайнер. Вот здесь, как мы уже, как вы помните, установили. Что такое второй параметр, который мы видим здесь для Nective 2.5? Вот это как раз тот самый параметр, насколько серьёзно относиться к этому. То есть если вы поставите что-то больше 5, а я вам не советую ставить больше 5. То есть ещё раз. Вот это значение 2.5 мы ставим где-нибудь от 2.5, как вот разработчики поставили, до 5. Это нормально. А здесь от 6 до 8. Не выше, ребят. Чем выше вы ставите, тем больше вы получите какого-то глянца в, опять же, фенсер-шмансе, который вам не обязательно нужен. Вот это чрезмерное размытие и прочее. И сейчас я вам продемонстрирую. Давайте я поставлю на свои рекомендованные параметры. Это 5.8. Нажимаем сохранить. Возвращаемся назад. Забираем вот эту девушку сюда. И фиксируем сит, на котором она сгенерировалась. Делаем то же самое. Кстати, как видите, справилась с 124 на 1400. Не знаю, ребят, стоит она того или нет, но не каждый комп всё это удовольствие потянет. Почему? Идем в диспетчер задачи, смотрим, вот почему. 31%, 23 гибабайта раз. Где у нас там ещё питон жрёт? Где-то ещё питон сидит, подождите. Вот ещё, пожалуйста, тут сам этот. То есть, как видите, жрёт у меня вот прямо сейчас 38 гигабайт. То есть, это ну вообще ненормально, ребят. Это крайне ненормально ради того результата, который мы получаем на SDXL. Но, опять же, это моя личная критика, моё личное замечание. Видите, уже 42 гигабайта. И так он постоянно это всё насилует. И так задумано, к сожалению, что он сначала, когда модельки вы здесь переторкиваете, да, там свои меняете, он сначала её загружает новую, потом старую выгружает. Поэтому у кого-то может памяти не хватить и узнаете, что это нормально. Итак, давайте сравнить две картинки. Вот как она была на обычных параметрах. И вот параметр, который я предлагаю. Если вы не видите большой разницы, вы не одиноки. Но она на самом деле есть. Это то, что я по текстуре кожи, по волосам, по этим деталям определял. Очень долго я для себя определил. То есть, если бы я использовал SDXL, а я его не буду использовать, но если бы я его использовал, я бы, ребята, использовал именно такие параметры. Здесь пятёрочка, здесь восьмёрочек. Нажальте «Сохраните» и всё. Радуйтесь жизни. Что вы могли здесь ещё сделать, улучшить? То есть, я вот вижу, есть такая проблема, да, с глазами. И вы такие, давайте включим Addetailer. У нас есть даже свой здесь, давайте найдём. Называется он Face Detailer. Это в кастомных нодах. Можете найти, где брать такие вот кастомные ноды, ребята. Угадайте правильно, в Дискорде. Где же ещё? Это пока удаляем. Addet тоже нахер удаляем. И давайте делать опять всё то же самое, это, шаманство. То есть, сначала у нас идёт сюда, вымож. А этот иммож уже будет выходить сюда, вот. А тут у нас будет, собственно, сам этот, дитейлер. Ёлки-палки. Теперь, смотрите, это чекпоинт. Сейчас те же самые ноды будем подтаскивать сюда. Клип у нас сюда. Позитив, негатив. То же самое. Тащим у нас позитив. Это у нас негатив. Хорошо, что я по памяти всё это помню. Я всё, ничего валяется. И бибокс, детектор. Обязательно нужно какой-нибудь выбрать. Он там какой-то поумолчанию. Смотрите, видите, как зависло. Я вот бросаю. А он думает. А чё он думает? Всё? Сломался? А, не, не сломался. Смотрите, работа. Опа, опять кидаем. MMI-детектор. Вот. И он тут какой-то YOLO-фейс-аниме какой-то выбрал. Хер знает откуда. Хер знает откуда качать. То есть, весь... Вот смотрите, вот сейчас двигает. Ребят, ну всё крайне прям убого. Не знаю. Ещё раз давайте нажмём Generate. 1024 на 1400. И посмотрим, как он нам сделает. SDXL. Сейчас прокрутим. В общем, вы поняли, как это всё работает. Чтобы не было такой грустной ноты. Но в то же время я вам экстренно сейчас рассказал, как с этим работать. То, что с этим можно опять же работать и пользоваться. Ну, я лично прям не сказал, что я прям сильно рекомендую SDXL пользоваться. Потому что опытный. Вот вам и опытный, кстати, поняли? Вот смотрите. С такой памятью, да? То есть, ему чего-то там не хватило. Всё. То есть, после того, как у меня произошёл опытный в браузере, откроем Chrome.fi и видим вот такую херню. Как это сохранить процесс? А хер его знает. Поэтому, ребята, переходим к следующей теме, которая, чтобы я говорю, грустным видео не казалась, я всё-таки сейчас вам скажу пару таких вещей. Смотрите, есть у нас фотограф. Забыли нахер про SDXL. Давайте поставим нормальную модель, какой-нибудь Deliber. И смотрите, ребят. Пишем, базовый негатив, всё как обычно. Нет, нифига, и не то. Сюда. Что такое? А, не так кнопочка. У нас, видите, последний промок. Вот иногда появляется такая кнопка, мне говорят, что у меня такого нет. Смотрите, хоп, нажимаю, и опал не возвращает. То есть, такое бывает. Всё, тупанул, походу, в крайняк. Нажимаю F2, потому что у меня скрипт перезагружать. Чтобы меня опять всё перезагрузил, чтобы нормально. Значит, я не могу, ребят. Я вот даже это монтировать не буду. Я сейчас даже не буду рассказывать, что... Ой, глянь, ты вот сюда, типа, это можно там... Нет, это реально так вот всё херово. Кстати, пока я про фотограф хотел сейчас показать, следующий момент. Я закрою сейчас сервак. Нахер вообще. И покажу следующую вещь перед тем, как запустить его по новой. Если вы используете автоматик очень старый давно, даже мою вот сборку, Серёжа, которую мы сделали для вас, да, portable, у вас, скорее всего, в батнике так и висит X-Former. Сейчас мы его распространяем, именно portable. Вот с таким ключом. Опыт SDP Attention, ребят. Это лучше, чем X-Former. Вот именно сегодня дают добро, зелёный свет, чтобы вы полностью перешли. Не пишите их два, только SDP Attention. Всё. На новых торчах, на новых библиотеках всё прекрасно работает. Уберите X-Former, напишите то, что я показал. Всё. Это ещё одна такая момента, очень важная. Пока, видите, у нас одна вещь падает, успеваю рассказать про другую моменту. Запускаем сервер с нормальной моделью. Сейчас что, без фокусов, без всяких там проблем, сюрпризов. Всё запускается, всё тут честно. Сворачиваем. Выбираем нормальную модель. Deliberate или Reliberate, неважно сейчас. Кстати, можно было бы Reliberate сделать для природы, но темнее. Итак, что я пишу? Я пишу Эрин, Эрин, Эрин Бабник. Есть такой фотограф, Эрин Бабник. И если мы введём просто вот её имя, да, например, и нажимаем Generate, давайте смотреть. На разрешении там какое-нибудь, давайте портретное. Обратите внимание, у нас появляется какая-то девушка. Всегда именно женщина-девушка. Что с тобой не так? Что тебе не нравится? Какой нахер переводчик? Уйдите нахер. Что творится? Ещё раз давай, Generate. Что он сейчас сломался? А, он, наверное, пытался этот, перекинуть в постпроцесс кого-то. Наверное. Ну-ка, настройки сохранить. Ёлки-палки. Ребят, это, это пиздец. Это пиздец. А я что вам советую делать? Зайти в настройки, Conf.io, нахуй вырубить его вот так вот. Apply Restart, нахуй вообще отсюда, впизду его. Вот. Ну или танцевать с бубном на отдельной сборке. Ну я вот так вот, прям честно. Я говорю, я даже монтирую. Не буду ничего сокращать, не буду. Чтобы вы прям понимали, что это реально пиздец. Так делать нахуй нельзя. Таким, сука, рукожопой надо быть, блядь, такую хуйню делать. Какая нахуй European Woman? Пишем Erin Babnik. Совсем забыли про бабник. Пишем Erin Babnik. На нормальной модели. Попытка номер 3. 600 на 800. Нажимаем Generate. Смотрим, что у нас получается. Наконец-то я хонфюй. Наконец-то старый добрый стейбл. Всё правильно работает. У нас появляется всегда какая-то женщина. И всегда синим верхом. Это не Erin Babnik. Сразу вам говорю, это не она. Это не фотограф. Вот чтобы у вас сейчас вопрос. То, что я дальше буду говорить. Чтобы вы не подумали, а, если так, то она так. Это не она. Всегда в синий какой-то верхний. Именно вверх всегда синий. И, как правило, это именно спортивка, а не платье. Очень похоже такое вот лицо. Не знаю, что это в модели зашли. Вот редкие исключения, что не синее что-то. Это на самом деле не знаю кто. На дуру какое-то лицо. Так вот, Erin Babnik, фотограф, она вообще не так выглядит. Она блондинка. Она старше, выше, и, в общем, не так она выглядит. Правильно, ребят, всех фотографов писать и художников такие. Вот именно таким образом. Так же, как и арт. Если бы это был художник, мы пишем art by. На фотографа лучше так не пишите. Иначе придаст то, чего нет у этого фотографа. А теперь, смотрите, пишу by Erin Babnik. И у нас теперь не будет этой женщины. У нас будет... Нет, опять женщина. Это кэш. Ничего не знаю. Давай еще раз. Вот. Вот теперь у нас, возможно, пошли фоточки by Erin Babnik. Я сейчас Nature какую-нибудь веду. Нет, все равно ее выбивает. Давайте вобьем Nature. Nature. И еще раз вот так вот. Чтобы вы видели, всегда будет на природе. Всегда будет женщина. Вот. Это стабильно. А вот теперь возвращаем by. И генерируем на этом. То есть мы получаем теперь стабильно вот они. Вот этот стиль. Это ее. Да. То, как она снимает фотографии. Вот. Это не просто какая-то там природа. Это именно by Erin Babnik. Вот именно от нее. Та женщина, еще раз говорю, это даже не она. Вот. Просто чтобы вы понимали, фотограф надо писать так. Говоря о фотографах, хочу рассказать еще об одном фотографе. И спасибо у нас Денису, который подсказал такого этого, который я очень давно искал, хорошо делающего HDR фотографии, который при этом, чтобы работал на стабл дефюжн, ребят. И это у нас Али. Сейчас напишу Али Эртург. Эртург. Вот такой фотограф. Точно так же пишу просто Nature. Нажимаем Generate. Смотрите, ребят, чем отличается от обычной фотографии. Посмотрите на задник. Видите, он весь в фокусе. Здесь все в фокусе. Человек в фокусе. Трава в фокусе. Всегда все HDR. Всегда все в фокусе. Даже если сейчас где-нибудь там вдали, где-нибудь там mountains. Mountains вожу. By, опять же, Али Эртург. Ой, пропустил. Mountains. Даже вот смотрите, то, что Али вбил, все в фокусе. Прям полностью. Что вблизи, что вдали. Даже мы сейчас скажем, какая-нибудь European woman casual dress, все дела. Generate. Но чтобы был by этот. Смотрите. И она будет в фокусе. И то, что за ней. И там вдали. И облака. Вообще полностью все. Вот это делает, ребят, HDR Али Эртург. Если вы напишите здесь HDR, например, с повышенными весами. Даже вот 1.2. Например. Это будет еще больше видно. HDR. Это будет еще круче. Давайте даже бахнем что-нибудь 1.5. Чтобы вы прям видели еще сильнее. Что этот фотограф. Смотрите, какую четкость, резкость HDR добавляет. И именно он. Это просто вынос мозга. Ребят, спасибо Денису, что нашел. Вы посмотрите, видите, из коробки прям сразу. Ну, лица, понятно. Это у нас может исправить айдетейлер. Сворачиваем. Еще раз. Вот. В горах какая-нибудь девушка. Последний сейчас покажу и все. И видите, тут небо прям сразу. Это не случайно проводит. У нас только фотограф такого могут выдавать. Все в фокусе. Все. Каждую песчинку. Все прям так идеально видно. Вот. И еще один фотограф я хочу рассказать. Это Джим. Точнее, Джимми Чин. Я сейчас, смотрите, не пишу ни Маунтенс, ничего. Просто говорю. By Джимми Чин. Не ХДР. Вот просто. И смотри, что у нас получается. Сделаем какой-нибудь квадратик. Generate. И пока вот я сейчас буду показывать, угадайте, что делает фотограф. Прямо по первой фотке случайно, на которой мы сгенерировали. Вы видите, здесь экстремально снятая съемка в очень экстремальных условиях. Вот об этом всем у нас как раз-таки Джимми Чин. То есть он всегда будет делать туристов или еще кого-то или себя именно в экстремальных условиях. Это могут быть горы, водопады, чего угодно. Но там, где съемка очень сложная, очень опасная. И именно вот экстрим-шот. Если вы собираетесь сделать, ребят, вам нужен именно Джимми Чин. То есть не просто какая-то там природа, а именно экстремальная, там, между скалами застрявшаяся, свисающая где-то там. То есть вот именно такие. Вот, кстати, видите, не всегда вот попадает, что персонаж. Но, опять же, если мы сейчас напишем промо, будет намного круче. Но даже просто by Джимми Чин уже выдает, как видите, результат того, что мы видим. Что фоточка чем-то попахивает, видите, таким опасным. Очень опасной ситуацией. То есть можете написать экстрим-селфи и прочее. То есть видите, вот там на краю это. У него все такие фотографии, ребят. И что самое приятное, что, опять же, он в стейбле работает. То, что я для вас нашел. Именно в стейбле он прекрасно работает. Следующая вещь, о которой я хочу вам рассказать. Это апскейлер. Новый, ребят, который пришел на замену 4X MNKD 200 SEX. Теперь у нас 8K MNKD. Не знаю, как, откуда, с каких диффьюзеров он это делал. Но это реально работа охерительной просто. Для тех, кто подписан на Boosty, ссылка в описании. Для вас уже в конфиге все это предоставлено. Все эти параметры как нужно везде и в экстрасе. Все это прописано. Я для вас все это сам собираю, ежедневно отправлю. В конфиге все это уже есть. То есть все простоально как нужно. Очень хороший апскейлер. Про прошлый можете просто забыть на хер удалить. Все апскейлеры, кстати, опять же, доступны. Под видео в Telegram заходите. Там есть архив. Всегда будет доступен. Все актуальные апскейлеры. Всегда по одной и той же ссылке, ребята, всегда. То есть можете себе сохранить. Если что-то там потеряли, всегда в Telegram можете скачать. Или в Дискорде. Где как удобно. И последняя вещь, о которой я хочу рассказать. Я даже его показать не буду. То есть можете сами потестить, посмотреть. Потому что я с вами многие до сих пор ремакрирую. И UltraSharp пользуюсь. Еще раз для артов. Это анимый Sharp. И вот это МНКД именно для фотографичных вот таких вот вещей. Последняя вещь, о которой я сегодня не хочу рассказать. Это как делать какие-то там надписи на чем-то где-то. Допустим, там. И это делается, ребята, очень просто. Методом вообще QR-кода. Как я уже показывал. Смотрите. Просто Control Net. Точно так же, как QR-код, как я уже показывал. Этим решением. Но вот сейчас мы без решения вообще войдем. Смотрите. Мы пишем просто обычный промок. Какой-нибудь там Clouds. Например, облака. 640. Вообще все вообще по стандарту. И просто у нас есть облака. Берем вот эту картинку. Отправляем ее в AMG to AMG. Отсюда отправляем ее в скетч. Если вы используете Canva Zoom, нажимаете на H. На которой у вас все заливается. И здесь пишем какое-нибудь там слово. Например, Даня, который нам все это сделал. Спасибо, Даня, что ты это сделал. Нам Canva Zoom. Что мы можем горячим клавишем пользоваться. Ребята, поддерживайте. У нас в Дискорде он поддерживает тему. Что мы делаем? Переводим эту картинку в AMG to AMG. Нажимаем правую кнопку. Копируем картинку. Переходим в Text to AMG. Развращиваем Control Net. Control V из буфера. Вставляем. И здесь выбираем здесь точно так же QR-кодовскую модельку. То есть вот, как я уже показывал QR-код. Здесь ничего не выбираем. Perfect Pixel. И все. Просто нажимаем Generate. Точно так же Clouds и говорим Generate. Теперь он нам будет генерировать. Оглядываясь вот сюда. Только это, как видите, уже не QR-код, а просто слова, которые мы сами придумали. И вот здесь написано Даня в облаках. Если это слишком сильно, можете убавить. Если слабо, можете прибавить. В общем, вот этот вот регулятор, крутиллятор можете подвинуть, посмотреть. Видите, Даня. Мы можем даже, знаете, как сделать? Clouds и сказать там, допустим, City. Чтобы все-таки наверху там где-то было. Если вам кажется, что не слишком разборчиво, не слишком понятно, приглядитесь лучше. Давайте сделаем что-нибудь там, не знаю, 768 на 768 побольше. И перерисуем. Идем опять же в Sketch вкладку. Выбираем здесь черный цвет. Просто вот у нас черный. Нажимаем на H на KV. А то есть, чтобы все есть у вас стандартная клавиша. И напишем еще раз где-нибудь, что-нибудь там, допустим. Ну, так же Даня, например. То есть, пишем вот так вот да, ня, где-нибудь вот здесь. Вот так. И переводим опять же в IMG, правой кнопкой копирую картинку. Переходим сюда и просто, смотрите, я даже здесь нажимаю Ctrl-V. И он мне сейчас вставит вот сюда. Даже учитывая, что я вот отсюда вот сюда прыгаю. Смотрите, Ctrl-V. Опа. Он мне уже сюда вниз, как видите, правильно закидывает. Теперь, что я говорю. Неон, например, лейбл. Допустим, там Night. Что-нибудь такое. Все. Пусть у меня Даня напишет на какой-нибудь там неоновый лейбл. Попробует придумать. Плохо. Давайте еще разок попробуем. Generate. Ладно. Давайте попробуем Night. Что я написал? Нет. Не так. Night. Не видно вообще Даню, кстати. Вот. Сейчас начал что-то из этого обсиделать. Он всегда будет вписываться. Кстати, можно прямо, еще раз говорю, усилить. 1.25. Я хочу, чтобы еще был сильнее. Видите? И тут начинает уже что-то прорисовываться. Вот-вот-вот. Из буквок начинает. Ну-ка. Допустим, Neon Letters. И пускай будет даже без Найта просто вот так вот. Neon Letters. Может, так будет лучше. Да. Вот теперь пишет Даня неоновые буквы. Можно сказать, неон лейбл. Допустим, он на store. Он на market и так далее. И он это делает так, как вы, ребята, в Photoshop просто задолбаете. И, естественно, если вы, естественно, в скетче это все сделаете нормально. То есть, смотрите. Сейчас я это, опять же, черным цветом выбираю. Все это полностью закрасил. Если мы сделаем сейчас красиво, например, более, там, не знаю, как это. Вот так вот. D. Более четкая такая. Допустим, Данилка, например. Данилка. Вот так вот хотим, например. И я сейчас скажу, опять же, это все перевожу в AMG, нажимаю копию картины, перехожу сюда Ctrl V и напишу. Видите, да? Я думаю, что он провел. И пишу, например, Circle Neon Logo, например. Вот. Circle. Да что ж со мной сегодня такое? Circle Neon Logo. Нажимаем Generate. Смотрим, что получается. Вот, видите, начинает туда вписывать. Как-то херово. Отменяю. Не смог придумать. Давайте еще раз. Вот. Начинаете буквы лепить. А теперь, смотрите, сейчас результат, который будет, ребят. Попробуйте бахнуть такое в Photoshop. То есть, вы можете это все реально в Photoshop изначально такие буквы как бы сделать, да? А потом он их реально красиво сделает. Любой объект. Это не только буквы. Можете вообще нарисовать там хоть свою собачку, там, не знаю, или котика, да? То есть, что угодно можете это нарисовать здесь, перекинуть в Control Net с помощью, опять же, модели QR-кода у вас такая вот штука. Точно так же работает, например, на, допустим, я вам сейчас скажу, сити. Вот люди часто в небоскреб что-то такое вписывают, да? Вот. И, соответственно, просто сити, да и просто вот ничего. Просто сити. Смотрите. Он начнет вписывать вот этот сейчас буквы как-то по теням на небоскреб и прочее. Вот. Видите, да? Начинает там распространять. То есть, тень, естественно, идет на здание. Какие-то темные здесь, какие-то холмы. То есть, вот так вот. Но если отдалиться, мы видим, реально, надпись Данилка есть. Если вот так вот приблизиться, вот, то кажется, что все как-то вроде обычной холмы, все такое. А если отдалиться, то мы видим надпись. Так вы можете замаскировать. Во, наконец, эта табличка высказала. И говорим, например, что еще. Да ничего. То есть, суть, вы поняли. Очень просто это работает. Такие вот сегодня лайфхаки, ребята. Извиняюсь сразу, Сумбур, за то, что так вот все коряво работает. Потому что оно коряво работает. Я мое делал вам показать и экстренно сообщить, чтобы вы не боялись, не переживали, что что-то там не так. Скомфью я его понял. Сам, говоря, главное сегодня про SDX, которые я рассказал. Поэтому с вас лайк, подписка, все как обычно. У меня это все, ребят. Пока. Чтобы вы прям понимали, что это реально пиздец. Так делать нахуй нельзя. Таким, сука, рукожопом надо быть, блядь, такую хуйню делать.